26-й перех Скажем еще несколько слов о нем Закончено Перейдем к следующему байгратошему Сегодня И занятия, опять же, чтобы Если ничего не будет такого Сверху, будем надеяться То занятие у нас Легко запомнить до 1 апреля Не со мной Пусть 1 апреля не падает нам решен Раньше, но Весь март у нас занятия Потом каникулы на Песах Примерно на 3 недели Весь март остался еще один Два урока еще Еще два позиция А потом Пасхальные каникулы По-моему на 3 недели Постараемся их тоже Как следует пережить Да, в Газфирме 46-й перех И 10-й Я всегда Пользуюсь возможностью Напомнить Какие-то основные правила Которые вы Должны без меня знать Но каждый раз убеждает Что Знают, знают А вот не знают Это буквально Самые такие Что завтра вы знаете Таанит Эстер С утра Когда мы встаем И до вечера До 6.15 примерно Это касается всех Мужчин и женщин Кроме тех Кто больные Не в смысле Больной лежит в постели Это понятно Что он Руководствуется Другими Правилами Ну и больные Такие Которые должны Постоянно принимать Это лекарства Которые требуют Их запить Или что-то съесть Это тоже Можно Это пост Не такой тяжелый Чтобы от этого Отойти Но только При таких случаях Все остальное Это пост Как пост И соблюдается До 6.15 Завтра Что у нас еще Что вы говорите Домчик Работать Даже на работу Тоже не можем Нет вообще Это не то что Домашняя работа Это обычный день Где только Я не буду там В молитвах Какие-то изменения Но в принципе Нет вообще Никаких ограничений Все вопросы сюда Если можно Между собой Не разговаривать Значит это Таанит Эстер Завтра у вас Начинается Праздник У вас Потому что у нас В Иерусалиме На день позже Завтра у вас И во всем мире Кроме Иерусалима Практически Начинается Пурин Вечером Значит так же Поэтому можно Там подкрепиться Немножко И пойти Слушать мигилу Для женщин Так можно Для мужчин Нужно сначала Вот такие Мариф Слушать мигилу И потом Поехать Поэтому де-факто Пост будет До восьмого До восьми Примерно То есть надо Прочитать Мариф И мигила Все же вместе Как одно целое Слушать мигилу Слушать мигилу Слушать мигилу Это обязанность Мужчин и женщин Это вы тоже знаете Поэтому Во многих Петнестах Устраивается Дополнительное чтение Мигилу Старается Старается Устроить Не обязательно Но старается Если женщины Не могут Пройти В основное Значит они могут Пройти Дополнительное Что еще вам сказать Что вы еще Не знаете Законы Пурима Иногда Путают То есть Может во многом Путают Но Есть моменты Которые точно Я знаю Путают Сколько надо Именно по закону Сколько надо И кому Дать Денег Или Подарки Вот этот Мишлок В еду Значит я внесу Ясность Я которую Несу Ясность В закон Который люди Путают И забывают Мишлок Манод Уже говорит О множественном числе Мишлок Манод Значит нужно Двум людям Да Или одному Одному Потому что Мишлок Один А Манод Два Значит одному Человеку Как минимум Надо дать Съедобные Что-то Но две Вещи Манод Правильно Да Значит нужно Дать Две Два Блюда Так сказать Два съедобных Предмета Так называем Два съедобных Предмета Которые Которые должны Быть Готовы К Еде То есть Нельзя Пачку Муки А Именно Из муки Два Что-то Сделано Вот Это Минимум Как вы Знаете Израиле Этот минимум Не соблюдается А наоборот Вошло В моду Я думаю Что Плохо Что-то Вошло В моду Мое Отрицательное Мнение Об этом Посылает Каждый Посылает Сорок Мишло Ахманов Другие Получает Тоже Сорок Соответственно Да Это Ничего Хорошего Нет Ума Большого Тоже Нет Ничего Нет Хорошего Но Такая Можность Вы должны Быть Готовы И Практически Совет Вам Особенно В том Месте Где Это Можно Ожидать Почти Всюду Дома Приготовить Заранее Несколько Мишло Ахманов Запасных Которых Ты не Посылаешь Никому Но Ты тут же Даешь И тебе Приносит То есть Комплект Нужно Иметь Дома Составьте Сами Купите Сами Что Хотите Но При этом Наверное Потому Что Вы не Знаете Кто Вам Принесет И Кому Вы Отдаёшь А Пошлёте Потом То Нужно Такие Съедобные Вещи Купить Которые Имеют В них Ширы Так Называемые Универсальные Чтобы Другого Человека Не Поставить Какую-то Проблевую Вот Это Ясно Да И это Нужно Дома Иметь Запасных Один Два Три Конфлектов Вы Из Опыта Должны Знать Там Где я Живу Там Другие Там Еще Больше Но Как Минимум Один Два Три Надо Иметь Дома Запасных Вот Такой Практически Вам Совет Теперь Деньги Деньги А это Сколько Это Нужно Двум Дать Людям Все Минимум Конечно Двум Людям Кому Ну Это Правило Кому Даю Деньги Сколько Нет Правила Сколько Мишло Ахманов Есть Некоторые Правила Тоже Очень Простые Каждая Мана Это Что-то Съедобное Которое Можно Готовить К еде И Чтобы Это Корция Такая Минимальная Маленькая Конфеточка Такая Это Не Годится Понимаете Да Это Не Годится Да Это Все На Усмотрение Людей Нельзя Правила Сказать Ну Понятно Что Шоколад Годится Такая Разумного Размера Я Не Рекомендую Ничего Просто Примеры А Конфетка Маленькая Не Годится С Деньгами Нету Закона И Поэтому Все Что Больше Шекеля Все Подходит Ясно Что Меньше Это Несерьезные Деньги Поэтому Больше И Дать Двум Людям А Если Вы Не Знаете Кто Эти Два Человек Которого Надо Дать Все Должен Служдающий В отличие от Мишло Ахманот Которого Можно Послать Соседу Деньги Нельзя Соседу Постучать Вот Тебе Деньги Я Должен Дать Деньги Я Тебе Считаешь Его Нища Человек Может Обидеться Деньги Дают Тебе Кто Просит А У меня Никто Не Просит Ничего К примеру Кто Скажет Тогда Нужно Пойти В Синагогу И Положить Туда Где Раздают Люда В отличие От Махацита Шек Которую Надо Дать В Организации И Места Где Преподают Тору В Отличие Этого Левья Ним Матанот Левья Это Множественное Число Отсюда Два Это Деньги Это Уже Нужно Были Эвья Ним То есть Люди Которые Хотят Получить Эвьон На Эврике Это Человек Который Хочет Просит Получить Деньги Не Просто Статус Его Финансовый Бедный Он Может И Не Бедный Он Вообще Даже Богатый Но Он Просит Деньги Значит Он Эвьон Эвьон Слово Таза 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 А Таза Уже Кормит У него Есть Аппетит Получить Деньги Если Есть Такой Аппетит И Он Выражает И Просит Ему Дают Пурин Пурин Дают Каждому Человеку Кто Просит Значит Если Скучаться В дверь И Подаешь Дзаку Это Можно Зачесть Как Помощь Бедным Пурин Только В день Пурин Это Заранее Нельзя Сделать Сегодня Нет Только Сегодня Вы Отдаете Просто Как Весь Год Надо Давать Денег Но Зачитать На Пурин Это Только В день Пурин И Не Вечер Только В день Завтра Вечером Не Считается Завтра Вечером Никакие Законы Пурин Не Действуют Еще Только С утра Во вторник И В течении Дня До Захода Солнца До Шести Часов В Любой Час В Момент Времени Можно Дать Деньги И Только Двум Людям Дети Это Помним Я Никогда Не Делаю Деньги Зачем Распространять Детей Не Надо Просят До Свидания Только Начиная От Возраста Такого Что Я могу Рассмотреть Как Что Серьезное А Несерьезное Это Просто Попрошайничество И Разраз Как Может Ребенок Деньги Это Разбрат Значит Ибо Родители Должны Заботиться О Дальше Они Не Имеют Деньги Они Должны Организовать Деньги Но Как Ребенок Пятилетний Десятилетний Могут Ходить Это Просто Хулиганство И Никогда Моложе Чем 15 Лет Никому Ничего Другими Мерсов Известно Даю Всегда Много Но Все Что Моложе 15 Лет Не могу Рассмотреть Даже Как Серьезно Кто Хулиган Мое мнение Мое Частое Мнение Да Хулиган И сегодня Утром Ушел В армию И Только Через Две Недели Утром Я Довала Человек Ушел В армию Это Не имеет Никакого Отношения К всему Он Ушел В армию Так Он Будет В армию Чтобы Вы ему Дали Нишно Нет Нишно Ахмонод Правильно Может Сделать Только Если Это Будет По почте Куда Отправляете Нишно Ахмонод И Там Вручат Во вторник То Уже Сегодня Можно Отправить Но Завтра Будет Выполнено Только Во вторник Поэтому Если Ты Сегодня Дал Адресату Это Ничего Не Вы Вы Хорошо Сделали Что Дали Но Просто К Пурим Это Никто Восношение Понятна Разница Мы Только Попреди Пурима Мы Не Верем Что Помогать Людям Людям Нужно 365 Дней В Гадут Спасибо Все Хорошо Я За него Могу Сказ Спасибо Но К Пурим Это Не Верем Никакого Отношения У вас Еще Есть Необходимость Двум Людям День Дать И Одному Человеку Мишну Ахмонод Сами Работающие Не Могут Утром Слушать Смегалат История Не Могут Вечером Дважды Послушать Нет Не Годится Нужно Слушать Утром И Для Того Чтобы Это Было Нужно Работающему Человеку Организоваться У себя В районе Есть Только Это Не Такое Захолустое Место Где Знать Одна Синагога На Весь Город Там Я Не Знаю Обычно В районе Где Слят Синагог Я Знаю Точно Одну Секунду Дайте Най Слово Сказать Вы Задали Вопрос Я Никакая Не Организация Хилонимская Как Вы Говорите А Синагоги К работе Это Не Отношение Организуют Так Чтоб Читать Мигилу В 6 Утро Пол Шестого Утро И Я Не Знаю Такого Случа Кроме Бандитов Когда Требуют Обязательно В 6 Утро Прийти На Работу Все Такое А У тебя Пурим В итоге Сейчас Приду В 8 Утро В 7 30 Утро Нет Ты Дор В 6 Утро Я Такого Не Знаю А Если Даже В 6 Утро Требуют А Дорога Нет Проблем 5 Часов Уже 4 Часа Уже Можно Быть Не На Работе И Можно Организовать Чтобы Быть 4 Это Делается Во многих Синагогах Называется Миньян Гапуалим Называется Организуется По утрам В синагогах Пол шестого Утро Уже Я знаю Рядом со мной Синагогам Это не поможет Тем Кто не Версалим Рядом со мной Синагогам Без 15 5 У них Миньян Миньян Гапуалим Потому что Они рано Уходят на рогу Каждый день Они молятся Без 15 5 После Да Тем более Значит Пурим Теперь Относите Тех Кто может Не работать Пурим Я надеюсь Что вы знаете Что не надо Работать Пурим Желательно Не работать И только Если Нормальная Угроза Потерять Работу Нет запрета Работать Пурим Но считается Что браха Благословения Не придется Это дело Не придется Не придется Не надо Ходить на работу Договорить Если нельзя Договориться Значит Это уже Смотрите Каждый По своему Все заповеди Пурима Днем Днем Пурим Между собой Не разговаривать Еще раз Благодаря Я пока не могу Говорить Между собой Не разговаривать Все заповеди Пурима Относятся К дню А день Это с утра И до 6 часов До без 15 И 6 Примерно До захода Сол До без 15 И 6 Это все мясо Поэтому можно Раньше Можно позже То что Обычно Принято Утро После Шахарита Еще какие то Дела Идут А потом Минху Читать И потом Сиуду Делать Потому что Он выпивает И потом Молив Все плохо Это просто Знаете Когда у человека Нет проблем Ничего нет Тогда Я так правильно Делать Как я хотел Но когда у человека Должен быть Или на работе Или дела Или прочее Принято Целый день Он может Покушать Утром Сиудат Фури Можно сделать В 9 утра Можно сделать В 5 часов В дня И все Между ними И все Когда вы хотите Тогда вы делаете Относительно Каждый год Повторяю Относительно Выпивания Так же Как не шло Ахманов Это Я считаю Вредное Дело Вот Вредно Вот это 40 50 Штук 60 Я не преувеличиваю 50 60 Я живу в районе Где это все Не у меня Прошло И в вашей шпуне И в моей шпуне И в других шпуне Это Неправильно И нехорошо Есть еще один Неправильный момент Возник Тоже Последние годы Я наблюдал Вовникновение Последние 10-20 лет Примерно Это Напиваться Что-то Ужасное И отвратительное Еврей Не может быть Пьяным Ни в какой День Года Он не может Пьяным Это Вратительная Привычка И уже Вошло Во вкус Это Влияние Не еврейского Мира Это Выпитки Пуль Я не буду О чем Думал Только Пуль Напиться Будто Где-то Так Сказано Нигде Ничего Не Сказано Никакого Намеку На пьянство Нет Все Только Все Что Хохамим Говорят Только Против Того Чтобы Еврей Был Пьяный Поэтому Нигде Ни каких Оснований Для пьянства Нет Вообще Но Это Почему-то Распространилось За последние 20 лет Еще лет 30 назад Реально Этого Не было Кроме Каких-то Таких Спецлюдей Которые Странным Образом Велись Но В толпе Этого Не было Сегодня Я вынужден Признать К сожалению Мы наблюдаем Это Особенно У молодежи Не только У молодежи Пьянство Валяется На улицах Я не буду Описывать Что происходит При этом Мы из России Мы знаем Что бывает Когда люди Пьяные В общем Абсолютное Тотальное Безобразие Происходит В очень многих Местах Это можно Облюдать В очень многих Домах Это К Куреву Не иметь Никакого отношения К Куреву Абсолютно Что да Иметь отношение Действительно К мужчинам Только Не к женщине Женщина Вообще Не имеет Никакого отношения К выпивке Но к мужчинам Это значит Если человек Нормально привык К стаканчику Вина То есть он должен В два раза больше Два стаканчика Вина Понятно И все Больше ничего Привык 100 грамм Нормально 150 грамм Сухого вина Нету мерзкого Знаете Вот это Чернила Сладкие Сахарные Чернила Которые Нельзя Говорят Я не уверен Потому что я изучал Этот вопрос Достаточно глубоко Поскольку мне сразу Было подозрительно Я стал изучать Этот вопрос И могу вам сказать Что я думаю Что на эти вина Которые вот сладкие Вина Красные Нельзя говорить Браху Барет И одесса Браха Лават Ала Какая-нибудь Любой Бадат Стоит И нельзя Говорить Браху Нельзя нельзя, потому что вы пойдите на завод, а я это сделаю и узнаете, как это сделать Машгир же существует Машгир проверяет только наш рот он не проверяет, что там должно быть необходимое количество виноградного сока оно же вино, вы понимаете необходимое, которое является рот там миут а на миут мы браку говорим на рот а рот там вода с сахаром и с отвратительной красительной то есть это вредно для здоровья это нету брахи в этом никакого и людей просто в Машге их шалим, а нашим их шалим честные люди, не знают, не понимают законы не изучают это никогда как бы точно так в печати стоят, все красиво на браку нужно, если шагхона не пригодят а на миут а? а миут миут только хороший должен быть я всегда это говорю например, тирож кармель а вот эти всякие миуты за 3 шекеля или за 5 шекеля знаете, тоже вот эти бодации, все я не думаю, что там есть рот, там вода за 5 шекеля, придите кармелу, дам за 5 шекелей бутылка 5 шекелей бутылка меньше 8-9 это все покупатель только кармель, пирож почему? там проверено потому что там есть сок а там где дешево, там есть вода уважаемые женщины там вода, продается вам вода я не против воды, я сам пью только минеральную воду, не такую есть вода краска и сахар вы можете делать с этим что хотите но браку на это нельзя говорить браку должна быть по закону я говорю, а закона который? по закону должна быть там сок мы же не можем на чай говорить приогета мы не можем на воду говорить приогета мы не можем на краске говорить приогета сок это значит виноград выжатый и в бутылке вот это сок называется натуральный это значит, что там нету значит, знаете чего сейчас вот скажем, там есть вода там есть сахар, безусловно без всяких сомнений все натуральное что там нету химического производства ну даже я в это не что такое натуральный сок? там есть вода там есть сахар и там есть немножко виноградного сока там никогда нет стопроцентного сока никогда таких бутылок нет вы можете пойти на завод от моего имени и сами посмотрите и у вас будет такое впечатление крепкое которое было у меня когда я это изучал это очень крепкое впечатление значит, никогда не верьте, когда пишется стопроцентное натуральное это не имеет никакого отношения к истинам нужно, чтобы специальные печати были которые покажут, что такое там внутри на самом деле а стопроцентно натуральное означает, что там нет нефти и то в этом ну, такие вещи синтетические это вода это натуральный продукт вино вино сухое, красное и хороших фирм в основном красное сухое, красное и хороших фирм я не работаю в фирмах поэтому вы услышите меня, что рекламируют что-то я ничего не рекламирую покупайте, что хотите но кармель это достаточно надежная фирма чтобы можно опираться и на гекшер и на количество соков продуктов вот но это не значит, что я обязательно это пью я просто вам называю пример народной фирмы которая вполне известна распространенная и все это знают но вы делайте, что хотите мое дело, что вас предупредить потому что я точно изучил этот вопрос и знаю Махатита Шекель Махатита Шекель это зехрады Махатита Шекель дается в течение месяца адар но принято наиболее так сказать чаще всего это делать или перед шаббат за хор, который уже прошел или завтра или во время пурима это спокойно или во время пурима все это можно не успели можно успеть после но желательно не позже, чем пурим сделать что такое Махатита Шекель это память Махатита Шекель прежде всего это стоимость 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 на сегодняшний день я сделал опять подсчеты с запасами перекрыл пересчитал перекрыл увеличил добавил мам и все что вы хотите налог на добавочную стоимость в итоге вышло 10 шекелей это так пол шекелей это пол шеки стоимость тамошнего пол шекеля это 10 шекелей rishna в смысл стоимость серебра тогда пол шекеля было намного больше можно жить лучше чем нам 10 шекелей но стоимость заребра я посчитал что это примерно Махатита Шекель это примерно Пятая часть Пятая часть унции Унции серебра Унция это международная единица Продажи серебра Все в унциях, это около 30 грамм Это примерно пятая часть 5-7 грамм это пол шекеля 5-7 грамм А унция стоит в мире 5 долларов Хоть посчитать, пятая часть 1 доллар 1 доллар это 5 шекелей Но я вам сказал, я беру все Сверху и сверху и сверху И намок на добавочную стоимость У серебра надо купить Израилев 20% Я говорю строго галактическо Подхожу, поэтому 10 шекелей Теперь как делают, дают 10 шекелей Еще в память дополнительно Дают Поскольку 3 раза по сути Говорится махацит, дают 3 монетки Но это уже любые Какие половинные Это единицы Что в Израиле специально делают Пол шекеля Вы знаете, что здесь Обратите, шекель маленькая А пол шекеля большой Это от этого единица Что пол шекель напоминал нам Тот пол шекель Поэтому, когда чеканили Придумали монету в пол шекеля Придумали такой Большой Значит, можно дать 3 монеты По пол шекеля И еще 10 шекелей Это уже не бедным дают А только в учреждениях Где изучается Тора Или Связанность с Торой Так что, с изучением Торы Потому что это зефир Память храма То есть, все, что связано С законами храма Где-то изучают В местах, где изучают Тору В синаголах обычно Как я знаю Кладутся коробки Такие, знаете Тарелки Коробочки Что-то такое И написано Зехан и Махатсито шекель Туда можно отдать Если у вас нет других идей Это самая простая идея Вы запомнили стоимость 10 шекелей И символически Три раза по пол шекеля Еще отдать Это уже символически Это не относится К стоимости вообще Приседр Если кому-то тяжело 10 шекелей дать Может не дать 10 шекелей Это же зехан Может дать Три раза по пол шекеля Но уже меньше Чем это не надо Нехорошо Это уже полтора шека Нет Если так Смотрите Если Строго говоря Это на каждого Хозяина семьи Афбайт Один К этому стали Последнее время Сложилась традиция За каждого Взрослого мужчину Мальчика Ставшего 13 лет В семье После этого Стали за членом Семьи тоже Но это уже все Как говорится Я не могу сказать Чем больше Двух денег Тем лучше Наверное Но вы должны понимать Откуда Что берется Прежде всего Слова семьи Может добавить За счет Для мужчин Может добавить Доказывать Семьи Может запретить Человеку Давать деньги Он может давать Сто раз По десять шекелей И тоже хорошо Нельзя над этим Смеяться Или сказать Что-то неправильно Я просто хотел Четко определить Что говорит закон Что обычай И что настроение Людей Которые тоже У нас Так и бывают И прочее Огромное количество Семьев Где женщина Либо одна Либо с детьми Женщина одна С детьми Чтоб не мудрила Берет десять шекелей Берет полтора Эти три По половине Отдает Это свидание Не надо мудрить Не надо сочинять Не надо придумывать А что если Вот должен быть Мужчина глава семьи Не мужчина глава семьи Ну вам ничего Починять С другой дорогой Это ясно Всем ясно Все С выпивкой Тоже ясно Не будем выпивать Честное слово Да Я слышу обещание Не напиваться Меня радует Что-то Чего-то Достиг Пурин в шаббат Бывает Версалиме Это называется Пурин на шулаш Тройной пурин Тогда Я же себе ответил А вы уже задаете вопрос Это очень хорошая Удача Зазвонили в телефон И просто напоминает Всем Я сейчас проверю У меня По-моему Видите Я тоже не выкинул Скоро забыл Просьба Просьба Абсолютно Всем выключить Переход Время занятий Вот Значит Называется Тройной пурин Почему он тройной Потому что Одни законы В пятницу Другие законы В субботу И третьи законы Днем лицо На следующий день Значит Ясно Что уже давать деньги Можно Днем лицо Теперь В пятницу В пятницу В субботу Читают Птору Которая связана Читает Пурин Мигилу Мигилу Читают В пятницу А В Йом Ришон Это праздники Там Цяква Веселья И так далее А В четверть вечером В пятницу В пятницу Потому что Когда-то бывает Правило В Иерусалим А Куда У других И так В пятницу В пуре И так В пятницу В пуре На самом мире В пятницу В пуре То есть Бывает Пуре Выпадает На разные дни И если На субботу То он Расщепляется На три На три Праздника И тогда Соответственно Есть Все уже Установлено Традицией Значит Все время Речи Только Иерусалим Теперь Из-за Опасения Что Как бы Мы бы Не забыли Чего-то То есть Еще Городам Израиля Где На следующий День Когда Иерусалим Скипурим Без Братки Тоже Читают Медилу Но Уже Ничего Не Делают Читают Только Медилу В общем Особенно Большое И то Безбратки В том Месте Где Будете Жить Где Вы Будете Жить Время Пурина Ведитесь Как Равин Города Скажет Городам 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 Что Городам Скипурим Всем ясно Все Наше Цель Иерусалим Установлен Потому Что Из Уважения Что Иерусалим Не Может Меньше Чем Шушан Поэтому Иерусалим На второй День Как Шушани На второй День А остальные Города Это Метан Сафет Есть Еще например, Яфа, например, Твери, это не там, с точки зрения сомнений в Праге, решение, что в Праге тоже. Давно, сотни лет назад, что тоже там есть мнение такое. Поэтому нужно руководствоваться традицией этого города, где вы находитесь. И самим ничего не придумывать, ничего не сочинять, не добавлять к нашим законам, не отнимать от наших законов. Все. Что еще? Что еще забыл? Деньги. Вы сказали, что именно в день Пури, ему нужно давать деньги. Махатита Шейфель, это Зехли Махатита Шейфель. Не то, что бедному отдать деньги, это в день Пури только. Двум бедным, нуждающимся дать деньги. Ну вот если вам шаббат, как это будет? Я рассказал, в воскресенье. В воскресенье у нас есть все, осчитляется на три. Поэтому у нас есть и Пятница, и Шаббат, и Воскресенье. Каждый закон в свой день выполняет. Никаких проблем нет. В этом году этого нет. Поэтому давайте не... Да. Зарядь. Не усложнять. Не усложнять. Не, так не принято. Вы говорите, конечно, о деньгах, да? Потому что мешок, манок, только одному нужно дать. Минимально. Одно. Деньги. Не, ну это, допустим, прийти в семью, дать что? Мальчику и девочке одному, два шефа и другому? Ну, несерьезно. Нет. Ну, может, это был бы удачный. Семья – это единица, все-таки. Правильно, что там? Ребенок – отдельная единица, и папа – другая единица, и мама – третья единица. Нет. Семья – это блок такой. Мемверк ют. 46 – 10. Напомню, что мы не встречались, к сожалению, три раза пропустили занятия. Напомню, что этот перек, он такой очень удивительный. Начало, первая фраза, мы только первая напомним, больше ничего не надо напоминать. Ламиноцех, ливный корох, ал-аламот шир, ал-аламот шир – это особая песня, которая откроет какие-то миры. Ал-амот, да, скрытое что-то, не лам, это скрытое. Или, и еще инструмент в храме, который назывался тоже, ал-ама. Инструмент в храме, и звук которого помогал человеку внутри ощутить такие, знаете, космические явления. Поэтому назывался так вот, ал-ама. Все это говорит о том, что этот перек Тегилин имеет такой вес, специальный вес, особый вес. Он следующий тоже будет иметь вес, но тот, который каждый у нас имеет свой вес. Здесь вес вы уже чувствуете, как он. И заканчивается этот перек на, то, что мы читаем сейчас, на фразах, которые будут описывать время, завершение, так сказать, пика всей мировой истории. Времена, емо, там, аши, там, последние уже времена и все. И мы читаем, что Кадош Барагу делает, посмотрим, что он делает. Машбит, Милхамот, он, Машбит, Машбит от слова шаббат. То есть прекращает, да, шаббат это прекращение. Слово шаббат, не все знают, что такое шаббат. Шаббат это прекращение деятельности. Машбит, Милхамот, то есть он прекращает, очень интересно, прекращает потребности войны. Машбит это гефит. Для адлик, мадлик, так как. Милхамат это война. Машбит это значит, эфильная форма глагола переносит на объект то, что имеет сам глагол. Сам глагол это шаббат, прекращение. То есть он на объект, на войну переносит идею прекращения. В смысле, что нет потребности у людей воевать. Это может быть только тогда, когда Даат-Хашем наполнено в Атимале Гааретс Даат-Хашем, как мы говорим. И вся земля должна быть наполнена ощущением Всевышнего. Даат-Хашем ощущение Всевышнего, так переведем. Тогда незачем воевать. А что воевать? Что ты хочешь забрать другого, чтобы что? Тогда есть Даат-Хашем. Нет? Не может быть войны. Поэтому Машбит Милхамот Атк Цегааретс дословно до конца земли, до края земли, до краев земли, до края. Это значит, нигде на земле не будет войны. И мы тогда с вами понимаем, уже занимаясь здесь и зная наш метод анализа, мы уже понимаем, что Атк Цегааретс, это Кец, это конец, Ааретс, это материальная часть мира, Шамай Гааретс, материальная часть мира, до завершения. То есть так, что нет никаких материальных интересов у людей, и это может быть так в конце, когда Атхиат Амитим или, да, понимаете, прямо в реальный, в самый реальный, финальный, финальный этап всей мировой истории. Дальше немножко объясняет, что это такое. Читаем дальше. Кешет ешабер векицет ханит. Дословно, лук поломан будет, и копье разломано. Векицет, кто-то, так сказать, знаете, обрублено копьем. Агалот, Есров, Баэш, колесницы военные, он Всевышний сожжет в огне. То есть мы видим Кешет, ханит и Агалот. Об этом скажем следующее. После того, как говорится, что уже войны не будет, зачем перечисляются эти луки, копья и, знаете, кому это нужно, что мы тут получаем. Поэтому немножко должны посмотреть. То есть в нашей книге говорится, Кешет, лук Кешет, это так называется, я не буду сейчас входить, так сказать, это имеется очень интересные и глубокие вещи на эту тему. Почему это так? Я просто скажу здесь, и будет понятно, и так. Кешет – это лук, и буква Хет, она же строится вот так. Знаете, как Хет пишется букву? Это как лук, натянутый лук, правильно? Здесь изгибается этот лук. Так вот этот Кешет, Ешабер, Всевышний разломает букву Хет. И какая останется буква? Если сломать сверху, буква Гей, поломается вверху кусочек, оторвется, все знают, как пишется, и буква Гей будет. А буква Гей – это, например, есть Хамец, а есть Мацад. Вы все знаете, помните хорошо, те же самые буквы. Хамец и Мацад только отличаются в одной обе из Хет, в другом слове из Гей. Все остальное общее. Какие-то, Мем Цади общее. А вот буквы эти Хе и Гет отличаются. Хамец – все знают, что такое Хамец. И Мацад – все знают, что такое Мацад. Мацад – символ освобождения. А Хет – символ закрытия. Поэтому, когда, грубо говоря, ломает Хет, освобождается человечество, выходит на свободу, Митхенат с точки зрения буквы Гей. Понятно, да? В Кицец хамец разрубит, Кицец отрубит копье. Где мы имеем копье? У нас тоже, поскольку мы тут видим, Кицец хамец, Кешет, Кицец, есть буква КУФ, которая хорошая буква, правда? К душа и прочее. Но у нее есть одно, так сказать, в этой букве есть некоторый намек. Непростой. В букве КУФ, я говорю, что… Да, КУФ. Какой? Вот эта вертикальная палочка, она уходит далеко вниз. Она уходит далеко вниз. И как бы… Это почему? Чтобы нам подняться наверх. Чтобы схватиться за нее. Знаете, как эта веревка? И… По душе подняться наверх. Но когда это будет уже не нужно, то тогда можно будет отрезать этот низ, потому что уже не надо будет подниматься наверх. Понимаете, да? В этой букве, в этой палочку отрезать, такая буква останется. Опять Гей. Правильно? Палочка будет отрезана, приравнена. И прямо смотрите, как здесь написано. Будет КИ. Вот это вот. КУФ – это так вот, да? Правильно? Так это вот сломано, останется только так. То есть как буква Гей буквально. Просто как буква Гей. Опять же будем иметь буква Гей. А буква Гей – это выход на свободу. Мы знаем ее реализацию. В имени Всевышнего – это последняя буква. Вот видите, здесь вход буква Гей. Перед нами. И это означает молхут. Знаете, реализацию планов Всевышнего, его воли. То есть все уже как бы идет к завершению всего наилучшим образом. Правильно? Правильно. И остался Агалот, Иссорев, Иссоро, Баэш. Кто такие Агалот, что такое Агалот? Все знают колесницы в огне. Однако, если присмотримся, и в наших книгах так написано. Агалот – это как Айн Галут. Посмотрите, Агалот – Айн, Галут. Первая буква Айн, потом Галут. И что такое Айн Галут? Галут – все знают, что такое. Правильно? Все знают, что такое Галут? Знают. Айн – что такое? Айн. Глаза? Глаза. Глаза – это хорошо, оно в числовом числе. Семьдесят. Семьдесят. Правильно? А так что такое Галут 70? Это Галут, что мы среди 70 народов находимся. Что еврейский народ распространен, к сожалению, и рассеян среди 70 народов. Так это Иссоро Баэш. Баэша Тора – это будет все же. То есть, с помощью ощущения не вялого исполнения митвоты, изучения Торы сквозь сон, а настоящего, настоящей работы, настоящей энергии прочего человека, не вялости его, это будет сожжен Галут 70 народов, где мы живем, Баэзра Тошем, в наше время. Вот такая фраза. Теперь следующее читаем. Следующее читаем фразу. Дадим такой перевод. Я прочту и дадим такой перевод. Как помните, следующая фраза должна ответить всегда на недосказанное предыдущие фразы. Недосказанное предыдущие фразы. Просто вот я все рассказал. И копье, и лук, сломай, и войны больше не будет, и этого не будет, и все такое. Оставляют нас, как всегда, как бы, не высказаны, несомнения внутренними нашими. Как будет, как это будет, почему, будет, не будет, как это будет. И здесь говорится, гарпу, уду, кеанурхи, луким. Гарпу от слова рифаион. Расслабьтесь, расслабьтесь, не напрягайтесь. И знайте точно, проникнитесь. Ду это еще, надо это знать, проникнуться. Расслабьтесь, и проникнитесь. кеанурхи, луким. Что я управляю судьбой. Луким, это помните, все силы управления, как всесильную, все силы управления у меня находятся. Все силы управления у меня. Не может быть вакуума, не может быть чего-то, чего мы, я не смогу, нет такого. Поэтому тут луким говорится. А почему анохи, а не, а не луким. Второй, очень часто, а не луким. Почему анохи, луким? Потому что 10 заповедей великих, как начинается, анохи, гашем, элуким. Я, анохи, гашем, луким. Здесь говорится, анохи, элуким, а не только гашем. Так мы будем думать, что важное слово анохи, то есть я, связан только с именем гашем. Имя гашем другое имя. Это имя как бы такое очень гармоническое, не управленческое имя. Это статуторное, то есть гашем всегда есть, был и будет. Что у него есть рахамин, у него есть, так сказать, татальная гармония в нем. Это все имя гашем, но не управленческое свойство. Управленческое это элуким. Поэтому тут говорится, нет, не только анохи, анохи, элуким. Видите, как это? То есть я еще говорю. Арум, богоим, а слово ларум, рама, это что, высоко на иврите, да, рама? Арум, богоим, я над гаим, нахожусь над любыми народами, над любыми коллективами. Го это такой коллектив. Арум, боец, я над материальностью, да, над землей, а вы уже знаете, что значит, над материальностью. Никакие коллективы не могут ничего сделать. Точный перевод слова гой, это коллектив, поэтому в половине случаев в Танахе гой относится к еврейскому народу, и в половине случаев относится к нееврейскому народу. В бытовом языке гой это уже нееврей. Становка, да, вот, но вообще-то слово гой означает коллектив, группа, набор, большой коллектив, это гой. Так вот, я над всеми коллективами выше, и я над землей, над материей выше. То есть, нет никаких, да, и теперь последняя фраза, я обещал закончить сегодня, постарался выполнить. га-шем-цевоот-иману, га-шем-цевоот-иману, мис-гав-лану, эл-о-ке-я-ако-в-села. Вот такая фраза, она у нас была, я еще раз повторю, немножко, по-другому чуть-чуть скажу. Она у нас была, пятая фраза в этом тегилим, это это же, посмотрите, это повторение фразы сейчас. га-шем-цевоот-иману, то есть, вот га-шем, это вот, это, которое я сказал, имя четырех, имя статуторное, то, которое говорит о статусе его, что он вне времени, всегда, вечно, и имеет качество рахамин, все эти свойства его четырех мукванов имена. га-шем, как тут говорится, га-шем-цевоот-иману, а что такое цевоот? цава, это скопление любых духовных явлений, цевоот, это скопление любых скоплений, понимаете, и все это га-шем-гармония, как я уже сказал, да, сказал сегодня, гармонично, то есть, всевышний, это в нем все гармонично, все абсолютно, все на месте, все нужно, все правильно, это га-шем-цевоот, и он иману, потому что он с нами, это значит, что если мы с ним по одну сторону баррикад, то и он с нами будет по одну сторону баррикад, а не так, что мы хотим быть с ним, а он с нами не хочет, он с нами обязательно хочет быть, если только мы хотим с ним, мис-гав-лану, мис-гав-лану, это значит, слово мис-гав, означает, сегев на иврите, это высокий подъем, возвышенный, видите, много слов на иврите, есть на эту тему, сегев, это возвышенный, как мис-гав, это значит, нечто вроде как наша крепость, наша башня, который вот, он с нами, и он для нас башня, то есть мы, стоя на башне, видим много, видим далеко, понимаете, мы как бы на башне, причем, мис-гав, это укрепленная башня, значит, если мы с ним, это, а, мы выше становимся от этого, свой потенциал раскрываем больше, выше, в смысле, что каждый человек на том уровне, на котором он есть, становится выше, чем без этого, не так, что каждый там великий, но каждый выше, чем был бы, если бы не вместе с Гошембером, это раз, одно, это у нас одно имеется здесь, мис-гав, и еще второе, мис-гав, это он еще защищен, мис-гав, это и выше, защищенная, укрепленная крепость, то все выше для нас служит, как бы, такой крепостью, потому что, им-ан, потому что мы хотим быть с ним, тогда он с нами, тогда мы наверху, и так далее, и дальше, «Элокей Яков Сэла», «Элокей Яков Сэла», что это значит, «Элокей Яков», это значит, что «Элоким Шел Яков», так что про «Элоким Шел Яков», значит, «Элоким», только что мы говорили, это управление судьбой, это все силы у него, значит, он управляет, «Элоким Шел Яков», управляет Яковом, а Яков – это наш еврейский народ, потому что все евреи имеют отца Яков, значит, «Элокей Яков» – это значит, что он управляет именами, взято здесь Яков, потому что все говорится при ходе Машеиха, о последних днях, а Яков – это не последние дни, Яков – это как он родился, это его трудные дни, это его тяжелые дни, так мы говорим, «Элокей Яков», когда ему было плохо тяжело, когда он был в Галути, Яков был в Галути, помните, он ушел в Галути? Когда он был в Галути, с ним Всевышний был, мы с вами в Галути находимся, Всевышний находится с нами, вот поэтому здесь «Элокей Яков», А села, я много раз объяснил это слово, оно происходит от корня солель, слила, только села, от этого корня происходит, имя существительное, утрамбованная дорога. Это так же верно, как мы идем по утрамбованной дороге и не спотыкаемся. Села, это значит точно так, верно, правильно, вечно, то есть вот такой вот набор слов относится к слову села. И тогда вы понимаете, почему, инокей, яков, села, то есть всегда инокей, яков, не сегодня, с того времени, всегда, всегда, когда мы в Галуте, он с нами, и вот это, здесь сейчас я хочу сказать, значит вам, видите, мы следующий уже, по изратошем, следующий днем решен, постараемся за два раза уложиться до каникул, так сказать, следующий перег, он очень важный, я настрою вас только на него, его читает в Йом-Кипур. Знаете, перед тем, как трубят в Шафар, такое специальное трубление, то читает его особым образом, и в Рошашана особым образом читает. Потому что здесь говорится о Ки-Йо, и в Рошашана читает особым образом. Причем не просто так, 7 раз читает. Перед трублением в Шафар читает 7 раз. Так что, видите, какой следующий у нас керах, в Рошашане будем этим заниматься. Значит, я желаю всего доброго.